Высокопоставленные представители Европейской службы внешних действий прибыли в Ташкент для встречи с руководителями министерств и ведомств, дабы обсудить подготовку к конференции ЕС «Центральная Азия», которая пройдет в ноябре. Заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Люк Двинь на брифинге для СМИ рассказал подробнее о предстоящей работе. «Самаркандская конференция ЕС по устойчивости взаимосвязанности с Центральной Азией станет первой региональной конференцией по взаимосвязанности в рамках стратегии ЕС «Глобальные ворота». Это обеспечит платформу для внутреннего и межрегионального диалога по общим концепциям, которые помогут воплотить в жизнь цели устойчивости, процветания и регионального сотрудничества. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое ЕС подписал с Узбекистаном на прошлой неделе, охватывает намного больше сфер сотрудничества, чем аналогичное соглашение, подписанное 20 лет назад. Вполне очевидно, что за этот срок успел измениться и Узбекистан, и ЕС. У нас имеется множество важных тем для обсуждений, такие как права человека, политика, экономика и, конечно же, торговая сфера. Мы убеждены, что соглашение послужит развитию торговли между Узбекистаном и ЕС. Например, за последний год экспорт товаров из Узбекистана в ЕС удвоился вследствие торговых преференций GSP Plus со стороны ЕС. Когда Узбекистан присоединится к ВТО, развитие сотрудничества только ускорится. В ходе визита господин Люк Девинь встретился с заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, заместителями министров иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, транспорта и заместителями министра инновационного развития. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...